Сегодня 2 июля 2016 года. Победа Господи, слава Богу, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителем Души истеки, Божьей Бездесы, Мы все исполняем сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси благослови души нашим. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи наши. Имея Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придется акция Твое, да будет воля Твоя. Имея Твоего ради. Хреб наш, послушный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, так и мы прощаем должникам наших. Имея Твоего ради. Имея Твоего ради. Имея Твоего ради. Небеса проповедуют славу Божию. И одела Боги вымещают свет. И дню передает речь, и ночь на щи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слушался бы голос их. По всей земле проходят звуки, и до предела вселенной слова. Он поставил в них жилище солнцу. Просвещает почи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господа, истина, все праведные. Они вождирение золота. И даже множество золота чистого. Суды Господень, истына, 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 истына. И раб Твой охраняется им. В соблюдении их великая награда. Суды Господень, истына, 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 истына. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе Бога, истына, 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 истына. Слава Тебе Бога, истына, 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 истына. Господь, утром ваш великий тревец неба и земли, благодарите за это прекрасное утро, Господи. За обилие благо, что ты посылаешь на лице земли, в виде дождя, солнца, ветра, слава Тебе. Благослови нас на предстоящий этот день И на этом желание Убудри нас во всяком день Убудри нас во всяком день Убудри нас во всякий раздор И согласие, ропот Удали от нас Помоги, Господи, невзирая ни на что Все претерпеть в этой жизни С верой, с надеждой, с любовью Тебе слава Тебе Благослови нас наставник Афигнатия, священника Акима Умудри их, наставь их Дай ему стойкими, мужественно За истину Твою, продли их жизнь Во славу имени Твоя Святого Благослови даже наших иерархов Митрополита Иллариона Епископа Евтихия Патриарха Кирилла Митрополита Иллариона Митрополита Корнилия Митрополита Сергия Алтайского Епископа Максима и других епископов Дай им любовь Слову Твоему Дай им страх Твою Святой Духовного рождения Даруй даже священникам, Господи Любовь Слову Твоему Чтоб назидали пасту свою Не человеческое умство Но послову Твоему Живому и Действенному Священнику Акиму Иоанну, Павлу Геннадию, Науму Михаилу, Олегу Кириллу, Василию Андрею, Андрею Иоанну, Сергею Сергею, Филарету Константину Игорю, Владимиром Виталию, Олегу Виталию, Дмитрию Господи, Благосты Наши, потеряя Скабарновскую общину Дай и нам быть между собой Единомысленной По слову Твоему Сохноним От всякого рода зла Даруй также детям Духовного рождения Стоящим перед лицом Твоим, Господи Дай им веру В страх Твою Святой Чтобы они познали Твоим, Господи Что ты расплался за ними Есть За ее человечество Да, чтобы они История История Да, чтобы они Общение Собер متибол zero История Собережащих За ее человечество Да, чтобы они Все Здесь Сидят История Собережащих Пробуйте рядом с нами, Господи. День дару нам все, сделай желание. Я слава Ему Господу, для Бога, за прежде прошла. Тебе, Господи, помоги в нашем сердце. Помоги в честь и помоги. Помоги даже Господь в нашем правителе. Применеру Дмитрию, Марка Обаму, Александру Дышанину, Рамзану Хадыру. Сохрани их от всех родителей. Дай им познать любовь Твою, милосердие. Дай им веру, страх Твою Святую. Чтоб они познали, что у них есть Царь, Царь и Господь, Господствующий. Здорово. Благослови всех святых по всему улицу земли. Укрепи их, поддержи их. Сохрани их от всякого рода зла. И доведи нас всех до желаемых пристей и Царствия. И безо всем волна. Честь и поклонение, Отец Святой. Аминь. И соединяй нашу молитву с молитвами всех святых, молящих себе на небе и на земле. И услышь молитву всех, кто молится о нас во благо, на спасение душ наших. И прими нашу молитву, а всех, кто заповедовал, молиться о них. Слава Те наш великий Господь и Бог наш Творец. С неба и земли слава Те. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Сейчас я зайду к вам. Ну и-ка побеседуем. Ну-ка возьми там. Так. Вот видите, как здесь сделано. Там умолиться перед аналоем. Удобно очень, но закрытое место и много комаров. Здесь была водонапорная баща скотских дворов. Скотные дворы. Видите как. Перешли сюда практически один-два комара там сядут. Немного. Ну как, удобно сидеть? Да. Ух ты, не на одной жердочке. Видите, они садились, одна была жердочка. Мы сразу же раз прибили вторую жердочку, чтобы можно было сидеть. Так, на молитве запомните, как стоять. Ноги должны быть вместе, пятки друг друга задевать. Так стоят морихи на палубе только. Святые на это указывают. Я жития святых насчитывал, составлял симфонию, знаю, что это все к месту. И написано, он никогда не облокачивался или никогда не садился. Зачем об этом говорить? Значит, это имеет значение. Приходил первый, уходил последний. То есть не опаздывали на богослужение. Руки на задине держать. А Симеон Новый Богослов говорит, мы идем как узники. Но это не означает держать так руки. Наполеон ходил, вот так вот задумавшись. Что означает крещение рук? Это уверенность и размышление. Сегодня понимается. Это крест. Это крест. Легко так держать руки. А так старобрядцы молятся. Правильно молятся. А как нужно? Нужно руки опустить. А как? Я прошел 475 икон в храме. Ни одной нет, чтобы руки держали так. Что это доказывает? Мы православные. У нас не только священное писание, а и священное предание. А почему так? Вот если святой, вот у нас, видите, в храме Даниил Московский. Он построил храм. И он нарисован, стоит, держит маленький храм в руках. Если мученик, определенно показано, что там венец какой-то или надпись. Обязательно иконе надпись доживать. А не иконе кто? Вася. А кто Васич? Какой Василий? Указать. Так, на молитве стоять. Не подгибая колени. Он поставит маленько. Переходит вот так вот. Проходит маленькое время. Опять. Не подгибайте ногу, как журавль. А кто описывает? Да у Григория Богослова почитай. Ты один раз прочитал и знал, где святые Божьи. Поклон. Святые крепкие, святые бессмертные. Помил нас. Три поклона. На три поклона Божьей милостью считается. Слава Отцу и на три поклона. Не знают. Кланяться нужно синхронно. Все вместе. Порядок. Это церковный чин называется. И там написано поклон. Вот откройте молитвослов. Поклон. В скобочках. Поклон. Не знают ничего. А почему не запоминают? Многое раньше было не по грамоте, а по научению. Научались друг от друга, глядя как поступает отец. Он косит. Ему маленькую литовку дали. И он начинает это самое делать. Учиться надо. Смотреть. Приглядываться. Тем более мы стоим на молитву. Ну а я молюсь. Вот посмотрите. Просто вот так вот. Какая-то. Разве это крест. Патриарх так молится. Я еще ни разу не видел, что патриарх Кирилл перекрестился правильно. Ни разу. Вот отсюда. Вот сюда вот. Ну и стали просить видение показано было. Как? Сидит демон на левом плече. Левая сторона. Это его. Погибельная. И на левую сторону не доносится. Почему? Он не дает. Он руку сбивает. Но когда рассказали. А он зашел и видит. Говорит. Он начинает молиться. И правильно. Крест. Лоб. Центр лба. Сделайте себе. Так. Все шапку снять. Сделай. Встань прямо. Не облокачивайся. Дальше. Где щелева пуп? Встаньте все сейчас. Сделайте так. А потом опять залезите. Ноги вместе. Чтобы не удастся. Вот так. Правое плечо. Левое. Так чтобы чувствовать. Левое. Прямая полоса должна быть. И тогда поклон должен быть такой. Если проверить себя. Рука могла пол достать. Ну-ка поклонитесь. Опускать не надо. Руку вот так вот. При поклоне. Проверить себя надо. А почему? Написано. Небрежного махания. Руки демона радуются. Я знаю. Нам еще не по мозга подать. Так ты что зашел. Чтобы демона. Мы их не видим. Они вокруг кучкуются. А почему? Были люди как Макарий. Он однажды смотрит. В воскресный день. Идет сатана. Тащит. Ну разную амуницию с собой. Он говорит. А куда ты идешь? Как куда? На службу. Так у нас же литургия. Разве ты там бываешь? Он говорит. Ни одной литургии без меня нету. Это что? Басни? Значит. Жития святых долой. А мы это увидим в Слове Божьем. Увидим как Господу приходят демоны. И Господь говорит. Как увлечь Ахава на погибель? Советуется Бог с демонами. Один говорит так. Другой иначе. А другой говорит. Я сделаю вот так-то. Лживым пророком. Лживым духом. И войду в уста всех этих пророков. И они будут лгать. Победа будет победа. Мы непобедимые. Он его башку изломит. Он говорит. Иди Бог. И сделай так. Нам это непонятно как. Бог советуется сатаной. Да. Так написано в Святой Библии. И не надо тут уже умом разворачивать. Надо принять. Размышлять то тут не о чем. Надо принять. Как есть. Еще дальше было. Ну а дальше было. Он пошел. И все начали говорить. Победа будет. Победа за нами. И только один пророк Михей сказал. Что скажет Бог. То изреку и я. И он говорит. Я видел как дух лжи вошел в ваши уста. Вы священники. Вы все лжете до одного. Один в Сидеке подошел. Как ударил. Это по какой же дороге от меня отошел. Чтобы в тебе говорить. А вот когда будешь бегать. Пятый угол искать. Тогда узнаешь. Это недалек момент. Когда все вы узнаете. С кем был Бог. И где его не было. Языки то связаны с священником. Сказать не могут. Костноязычные. Ноги отшибленные. Стоят на одном месте. Профессиональная болезнь. Кузнеца. Уши. Он бьет молотом. Перепонки где. Артиллеристы. Специальные наушники. А раньше не было. Перепонки могли лопнуть. И они как-то стрелять. Уши все затыкают. Профессиональная болезнь. Легкие. Что? Шахтер. Священник. Что? Ноги. Он стоит на одном месте. У него вены. Они все больные ногами. А написано. Как прекрасные ноги. Благовествующих мир. Благовествующих. Благое на горах Израилев. То есть. Самые. Такие места. Трудно проходимые. Они идут туда. Проповедники. А раз ты движешься. У тебя кровь движется. Нормальная циркуляция. Это говорит порог Исаия. Прекрасные ноги благовестников. Русские машины по сравнению с зарубежными. Проигрывают в качестве. Газель только берется в районе где-то ездит. Мы купили и проехали от Владивостока до Лиссабона. В Скандинавию и Прибалтику. Ну сломалась. Там деталь была от другого завода. Перед ней на колени становились фотографировать нас. И мы показали, что Россия не потеряна. Можно работать. Можно трудиться. Надо приглядываться. И когда он перекрестился правильно вот так вот. И демон сразу с плеча упал. Так это... Тебе не надо... Ну тебе возьми. Даже не было этого. Ладно. Ты не верующий. Но ты понимаешь, что это не крест. Раньше Путин крестился как должен. Прямо правильный крест. У патриарха научился. Сейчас как попало стал креститься. То есть он развратил его. Куда это годится-то? Это же... Ну вообще не знаю как. Дети посмотрите. Он белый голубь петит. Куда он поделит? Вон белый голубь. Где он сядет? Какой это или не будет? Посмотрите. Мне это надо знать. Если он сюда летает в пить, то почему он именно сюда летает? Он куда-то потянул направо вроде бы. Нет, лес. Вон они где. Вон они где. Вон они где. Повернут если ко мне туда? Повернули. Да. Надо посмотреть где он сядет. Меня это интересует. Вы смотрите, а я пока буду рассказывать. Мы говорим, как стоять на молитве. Сегодня только есть одна икона, где руки опущены. То вот так держат руку, то вот так, то вот так. То есть разные позиции. Но рука все время поднята. Только Елисавету изобразили опущенные руки. Почему? Не знаю, Елисавета. Ну в канонизированной. С седокине Варварой. Большевиками расстреляли. Ну смотрите, куда они сели. В Кирео зашел. Ну если в этом направлении глядите, может быть где-то появится. Вон они появились где-то. Нет? Нет. Это коршуль. Ну смотрите внимательно. Вон туда. На прогулках если полетят, это значит мой. Белых-то больше нигде нет. Почему они сюда летят вот это? Не знаю. Она вышла замуж за черного, а он видно туда ее поволок. Боже, научит он ее свободе. Это уж попутно. Так. Как кланяться? Ноги вместе. Попробуйте. Никогда ноги не разводите. Вместе. А какая разница? Слушай внимательно. Есть такая страна Америка. Слышишь? И там есть тюрьма. И стоят ролики. И показан. Заключенный идет. Вот идет навстречу надзирательница. Ближе трех метров не подходить. Она подошла ближе. Она будет наказана. Девочка. Ее лишат еды посадочную зону. Три метра. И она должна остановиться, щелкнуть каблуками вместе. И ноги разводить не больше чем сорок пять градусов. Так это имеет значение. Тебе не надо спрашивать. Тебя бить будут как собаку. И она сказать. Мэм. Разрешите обратиться. Та сразу остановилась. Говори. Обыкновенная женщина. Это и здесь такой вольный. Вот. Выводят на проверку в тюрьме. В тюрьме. Называется Амбал. Это такой высокий человек. Вот такая у него рожа. Их выводят. И человек шесть. Ну разбойники. А над ними поведет их. Ну вот такая вот. Пигалка. И она. Встать к стенке. Пищит. Все встали. Поднять руки. Все подняли. Сесть. Все сели. Их шестеро. Они бы от нее куска не оставили. Почему? А за ней наблюдают. Там стоят с такими приборами. Что тебя говорится. Поднимут. К потолку прижмут. Все слушаются. Так. Снять верхнюю одежду. Начинает раздеваться. Она выставит все. Даже задний проход. Развень руками. Чтобы увидеть. Нет ли у тебя там спрятано чего-то. И ее слушаются. А почему ты дома то не слушался? Вот в Америке. Русские приехали. Ну и. Тюрьма настоящая тюрьма. Он говорит. У вас малолетки есть? Говорит. Есть. Но они не осуждены. А как? Родители пожелали ознакомиться с тюрьмой. Что его ждет за это? Ну и я беседу. Вот такой вот. Стоит. Здоровый парень. Он подумал. Как тебя звать? Он. Я даже не ожидал. Он сразу отвечает. Меня звать Джон Серж. И щелкнул. Каблуками. Я говорю. Вот это да. Как у немцев. А почему ты здесь находишься? Потому что я балбес, сэр. А почему? Сэр. Я без. Родителей не слушался. Насколько ты здесь. На месяц меня отправили сюда. Америка. Считается уже образец свободы. Нет, братцы. В Англии сейчас вели. Учителя имеют право пороть учеников. Проголосовали. Все. Принятый закон. И порют их розгами. Почему? Справляться нельзя. В России нет этого закона. В России только так. Наркотики. Он до 18 лет дожил и в могилу. Тут другой закон. Закон смерти. А там закон жизни. Нестор. И они работают. Стань прямо. Но сейчас я гляжу, начинаю здесь кое-что перенимать. Вам понятно? Я говорю о том, что вы были другими. Вы приехали в православный лагерь. Утренняя, ранняя пробежка. Молитва. Чтение Слова Божия. Я объяснил. Вчера у нас был Роснадзор. Там приезжали которые. Пришел туда мне и говорил. СМС Батогин Михаил сбрасывает. К вам вылетел коршун. Будет проверка. Откуда ему в Москве знать, что будет проверка? Мама его. Мама травит. А ему позвонила. Я знаю как она говорила. Вот теперь выкусит ваш Игнатий. Его там раздромет. А ее сын здесь. Ее разницы нет. Ее сын. Ненависть женщины не знает предела. Злоба женщины говорит. Злая женщина говорит. Страшнее смерти. Святая Библия. Лучше на углу кровли. С медведицей разреенной. Нежели со злой женой в одном доме. Она разведенная. Она уже сейчас не понимает что делает. Ее сын здесь. Ему еще восемь дней здесь будет. Она не понимает. Я потоплю это. Допустим так бы сказал. Ну сын то твой здесь. А мне плевать на это. Главное отомстить. Она уже ее в разнос понесло. Но они приехали. А приехали то зачем? Незачем? Ничего и нет. Они даже не зашли сюда. Им это не надо было. Вот тебе это надо все учитывать. И коснется разговаривать. Ты должен спросить мама. Зачем же это ты сделала? Вообще делать нельзя. Тем более я там был. Это корабль один. Ну ладно. Ты договорилась. На нас пустят торпеду. Но я то здесь твой сын. А плевать мне на тебя? Ответ то один. Зачем же это ты делаешь? Ну они приехали. Сколько людей оторвано. Целый день были. Пять часов. Они ничего не получили. Даже не отобедали. Им нельзя. Они в форме. Они рабы. Они не свободные. А если я была бы одна. В такой день приехала. Могла бы. Теперь даже в гражданском приедуте я их не пущу. Все. Вчерашний день проверка была. Они больше здесь не будут. Я говорю пока вы решаете что-то. Второй август придет. А штраф. Понятые там. Какой штраф? Пятьсот или тысяча рублей. Ну смешно же говорить то. Ну я сниму то с тебя. С твоих денег то отдам. Она наказала тебя. Ты чего то недополучишь. Женщина совершенно неразумно поступила. И что? Ничего. Там у ней впереди еще будут испытания. Мы молимся. Мы молимся. Мы молимся. Чтобы Господь ее вразумил. Ногами не играй. Стой спокойно. Вот утренняя молитва дает нам размышления. Я вот сейчас зашел на кухню. Меня ждут там сделать зелень. Я должен нарвать то, другое, третье. Нашел чеснок, лук, щавель там все. Все перерезал, перекрошил. Посолил теперь. Раздолбил. Все как плитка сделала. Сейчас будут вам сперм давать. Ясное дело, лук, чеснок, горькие травы, марара. И ты должен быть благодарен. Вот к нам вчера приехали. И уже, знаете, на таблетки. Таблетки отняты. Ешь больше зелени. Сейчас будет хорошая погода. Босиком бегать, купаться. У вас этого не будет никаких болезней. Вы поедете совершенно другими. У нас приезжали такие. Позвоночник, спиной мостом. Нехорошее признано было. А поехал уже в футбол играл. Убрать все. Конечно, я ее берег. На солнце не выходи. Потому что это связано с таким, как говорится, с лучевым заболеванием. Ничего. Вот у нас доказательства. Где у нас Вика? Вон крайняя сидит маленькая девочка. В прошлом году приехала. Почки. Ну что почки? Я проверять ее не буду. Ну не обманывают же. Ну и что? Ничего. Каждое утро ложку меда. Принес меду. Купил. Ложку слезать. Стакан березового соку. Поехал. Вообще у нее ничего не болит. И никакого лекарства не надо было. Зачем ее? Химия имеет побочное действие на другое. Ты лечишь в носу, а глаз заболевает. Ты лечишь ухо, заболела пятка. Ты больше ходи босиком. Больше ходи, чтобы от земли у тебя дошла, как говорят, энергетика. Ну мы... Я про это не говорю. Это язычество. Но мы понимаем, что вот большой палец здесь нажмет там камушек какой-то, от сердца влияет на него положительно. Там на легкие, на правое ухо. Все на подошве. А как узнать? Не надо знать. Ходи там, где вот корову прошли, а потом засохло. Оно вот такое, как пупырями все. Все. И мы так и делаем. Ходим за ягодами. Посмотрите. Ты не упадешь там? Подожди. Не упади, держись. Ой, ей охота посидеть. Знаешь как? Второй жердочки не было, они бы не сели. Нам еще не стоило прибить. В прошлый раз пришли, гляжу, крутятся. Пока до завтрака мы уже все сделали. Забота о детях означает привести к Богу. Так, попрошу все воротники перед подбородком опустите. Разогните полностью в воротники. Вот у меня, нет, у вас не стоит где-то. Вот не стоит. Вот у мальчика. Чтобы воротник никогда у тебя не касался подбородка. Это блатные так делают. Иначе, 8 часов уже. Все, сейчас пойдем. Пойдем, я там закончу. Так, идем, как всегда. Строим волчьим следом. Волчьи след, что означает? След, след старайтесь наступать. Один идет, второй, третий. Сначала идет мужская половина. Старший, мужчина замыкающий за девочками идет. Поэтому определить можно, сколько кошек прошло, собак можно. А волка трудно очень. Они след в след вступают. И только по маленьким там отрывкам, где коготки касались. Охотник опытный скажет, здесь прошло 5 волков. Вот и мы пройдем волчьим следом, чтобы ничего не топтать. А это Игнать Игнатьевич, стих писания не прочитаем? Ну там мы прочитаем, там наши люди. Так, берите это все. Нестор, возьми. Только аккуратно неси. Подождите, я вас фотографирую еще. Учитель, учитель наш. Сейчас я посмотрю, получится у меня или нет. Но новый раввин у нас появился. Садитесь на жердочке, садитесь. Вот сюда только покучнее, покучнее садитесь. Сюда. Ага. Вот так. Маленькие, вот здесь вот подойдите к взрослым, чтобы видно было вас. Кирилл, эти боковые, вы подойдите сюда. Боковые. С этими совместитесь поближе. Девочка, Маша, Соня, Вика, встаньте вот там, перед мужчинами, встаньте. Просто ты не прячь лицо. Это Ксюша, встаньте тоже туда. Вы маленькие. Давайте, давайте, давайте. Ты сам, Молодя, поближе тоже подойди. На тебя там год хороший. Теперь маленечко приблизим. Снова. Может быть отсюда будет лучше. Сейчас фручку закрою. Надо, чтобы вошли все. Красная, а там Кирилл. Вот так вошли. Все. С Богом. Уходим. В колонну по одному. Так, я иду первый. Володя, вперед. Возьмите книги. Я взял Нестру. Нестру, Нестру. Свалился. Вот. Вот. Через две тожерзи, потруднее маленьких. Так. Помогите, это, маленьким. Где у меня тараси? Тараси. Давай сюда сумочку. Так, беру. Так, смотрите. Идите по Волще. След в след вступайте. Ты слышал? Нет? Куда вылез опять? Все время идет неправильно. Точно след в след идите. Здесь взрослый мужчина замыкающий. Дальше. Где живет? Несколько лет? Несколько лет. Где? Поддняет? Все время. Наверное. Точно следует. Только. Воль received. Градута может сейчас разобрать. Положи на это на стол. Положи на другие колокола, остановитесь быстро. Вот это как идет ровненько, так по ней и так рядышком. Слева у меня самая маленькая девочка, она родилась попозже этой на три минуты. Вот, ну и тут самые маленькие. Господи, слава Тебе за это утро прекрасное. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущен, дашь нам весь. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого. Во Твое царство, сила и слава вовеки. Аминь. Слава Твою Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благослови и освяти дары, посылаемые Тобой для подкрепления немощной плоти, Духом Твоим Святым. Очисти все, что подаешь нам Словом Твоим и молитвою. Тебе слава за все во веки. Аминь. Аминь. Видите, сегодня у нас суббота. У нас в детском лагере ранний подъем в пять. Вот вчера поднимались они в пять утра в первый раз. Ноги вместе. Все, ноги стараются вместе держать. Не на палубы как. Мориты стоят, корабль качается, и поэтому морские пехотинцы учатся стоять вот такой вот. Я служил во плоте, знаю. Здесь пятки вместе. У нас в уставе написано. И вот, когда начинаем рассуждать о чем-то событии дня, нужно высветить главное. Ян Златоуз говорит, подведи итог ложась спать. Мне не удается это сделать. Только лег. Сестра однажды решила посмотреть, как я засыпаю. У меня в среднем уходило 17-18 секунд, чтобы заснуть. А что, на душе легко. Никого не обидел. Уработался в дребезги. Только до постели дотянулся и плюхнулся. Вспомню один раз. В один день 6 печей отремонтировал. Мне 35 лет. Самая сила. Я все время спортом занимался. Через порог только перешагнул, упал и уснул. Моя мама однажды встала и говорит, видно, моя молитва-то Богу не угодно. Почему? Ну, вчера вот я молилась, а проснулась, а повернуто я в другую сторону. Так в другую сторону, в двери. Вот представьте, одна женщина, вот вы, мужчины, припомните женщину. Вы к себе это прикиньте. Многодетная, 4 ребенка. Никто не считал это многодетная. У нас 10 было. 5 сыновей, 5 дочерей. Да еще двое умерли. Мать героиня тогда 10 присваивали. 10. Вот эти птицы, это называется чибис. Смотри, какая она красивая. Крылья овальные какие. Надо попутно встать на место, скажу. И вот что на маму встает? Отец инвалид войны. Иногда надо сапоги, портянки, наверное, одной рукой. Очень неудобно. Он в пастух пойдет. Она должна это делать. Она должна, не кто-то другой косить. Дети-то малые. И она с косой косит. Утром встанет. Часов никаких не было. Если небо не затянуто тучами, я совсем запомнил. Она вот так смотрит. А кичиги вот. И кичиги, это орион, так называли. Это 3 часа с половиной. Все, пора идти. 3 с половиной часа. А вот здесь вот коровники были. Ей надо подоить вручную, не на аппарате, 12 коров. Но 12 коров-то одно выдай, то у тебя руки устанут. 12? Сейчас никаких аппаратов никто не знал. Дальше. У нее стоит брат, ее сын, ходит за телятами, еще поможет навоз выкидать. А у нас у батюшки один не может выкидать. И куда мы угодно. Так это не все. Этих 12 коров она в обед еще подоит. И вечером еще подоить надо. А рядом молоканка. Там выливают, сдают сколько надо здесь. И это не все. Все. У нее огород. Присмотреть за детьми. 25 колодок пчел своих. Это уже пасечник. Да, у нас всегда был мед. Мы выросли на меду. Это поэтому и здоровье Бог дал хорошее. Мед где-то. И это не все. Только поожинали, а она идет на то, где зерно обрабатывают. Попробуй не приди. И там они клеветон. Такая трудная машина. Двое женщин. Держится за ручкой и крутит. Там решеты, чтобы отвеять. И там на ворох пшеница упадет, уснула. И оттуда теперь звезды увидела. Скорее на работу. 86 лет прожила. На сегодня-то крашеные сразу педикюрами, медикюрами. Любыми закрутасами. Они не живут столько. Жена президента Кеннеди. Вообще. Вышла за Анасиса. Миллиардер. Там вообще все у него есть. Греченский где-то. 64-68. И он столько же. Жизнь Бог дает. Мой отец весь взорванный, без руки. И 76 лет прожил. Я уже больше отца год живу. Это уже я лишнее взял. Весь человеческий 70, при большей крепости 80. Губы отпусти. Не засасывай ее в себя. Вот так. Это у себя на уме. Вам поделиться надо. У тебя слишком. Так. А у него внутрь. Пополам. Вровень, чтобы губы были. Так. Вот какие женщины русские. Такая коня на скаку остановят. И вот приехала бабушка здесь. Потеряева она. Потеряева. Но вышла за Рыжкова. Вот Рыжковский пруд где у нас. У нее фамилия Потеряева. Евдокия Титовна. Ну найди такие имена. Тит. А у нее муж Иван. А увеличат Нефантиевич. Ну Нефантия где ты найдешь. Самый тут богатый был человек от Ададемидов. Кто? Акинфий. Да такие имена даже не слышали. Где ни возьми мы все другие. Мы иные. Но мы должны главное выхватить. А они не знали Евангелия. И потом Бог очистил вот это место. Вычистил. 20 лет земля субботствовала. И теперь мы приехали первые. Начинаем заново. Заново. Вот сегодня приходит ко мне Сергей Павлович. Приносит письмо. Батюшка велел передать мне письмо. Ультиматум какой-то думаю. Что там такое? Там надо вывести. Переход сделать. Оказывается нет. Пришло письмо на батюшку. И пишет из заключения. Я его не беру. А что там написано? Ну ты читал. Скажи. Ну заключенный. Я заранее знаю. Не пишет что он сделал. Он убил человека. А теперь что? Чтобы познакомились с какой-то вдовой. Вдовой. И находятся такие которые знакомятся. А там есть специалисты. Которые там ну он даст папиросы ему чаю. Он за это пишет. Он пишет сразу десяти разным женщинам. Адреса найти в газетах выискивают. И вот она теперь эта женщина. Она ему посылки шлет. Он там делится. Ждет его. Бывает он возвращается. А дальше начинают его лупить как собаку. Бить. И она не знает куда бежать из своей квартиры. Ну ему уже 45 лет. У него ни кола ни двора нету. И с 45 лет он в 18 тюрьме просидел. У него вся жизнь там прошла. Вот дед Хасан. Япончик. На обоих живот выстрелил. Оба погибли. Главари. Там такие воры в законе. Твоя пулька тебя ждет где-то. У Бога. Много-много дубин для нас. Ты сегодня приготовь себе. Чтобы не искать где-то. Искать не надо. Она рядом красавица. Ты только присмотри. Не обижай ее. Я как-то здесь обидели девочку. А я выставил ее сюда. Вот посмотри на нее. Сколько ей лет? 12 лет. И ты ее обидел. 12? Еще пять лет пройдет. Ты вот таким длином будешь вокруг нее ходить. Чтобы обратила на тебя внимание. А почему ты сейчас-то ее толчешь? Вот маленько-то глянь. Какие у нас люди-то. И какие ребята ты не зазирай. А то защитники. Они везде должны быть первыми. Но если потребуется за жену отдать жизнь свою. Ты понял? Не обижать, не долбить сестренок. Я за них боюсь у вас. И что я ему ответил? Да ничего. Отвечать нельзя. Если хоть одно письмо ответил, он будет лезть и лезть. Я могу только помолиться. Как его звать? И на этом конец. Видите, уже с утра начинается работа. Где? Молитвенная. Писать нельзя. Обещать нельзя. А молиться можно. И он не знает, что вдруг у него такая беда. Я не знал Бога. И вот один сидит приговорили к смертной казни. Вы знаете, что такое смертная казнь? Человек его водят и расстреливают. И как ему тяжело. И вот один журналист пришел, у него начальник тюрьмы, знакомый. И говорит, Александр Семенович, мне статью поручили написать, что испытывают смертники. Он говорит, ну я не сидел, что я тебе расскажу. Нам можно познакомиться. Ну можно, но ты сам-то не приговоренный. Ты знаешь, побеседовал, сейчас пошел домой, тебя там Наташка ждет. А как сделать? А вот так, чтобы тебя поместили, и ты как бы приговоренный был. А они бывает по двое сидят. Ну и с ним договорились. Договорились, состряпали документы, он там попросил прокурора. И выписали ордер, а остальные никто не знает. Его посадили и он сидит. Но он знает, сейчас месяц просидит, его отпустят домой. Он сидит, даже не расстраивается. В это время приходят и говорят ему, так, вас сегодня хорошо кормить будут. И завтра. А почему? Ходотайство, а помилование отклонено. Вы приговорены к расстрелу. Как? Да я... Ему показывает газету. В автокатастрофе начальник тюрьмы погиб. Больше никто не знает. А документы составлены. И вот он теперь ждет день, второй, неделя. Каждый шорох ловит. Он неверующий стал припоминать молитву бабушка водила. Отче наш наполовину вспомнил-то. И наконец дверь отворяется. Начальник тюрьмы стоит. Так вы живой? Живой. Он показывает в зеркало. Посмотри на себя. Он смотрит и у него половина волос белая. Ну теперь ты узнал о чем думают приговоренные к смерти? Иди пиши статью. Вот как надо. Господь нас ставит чрезвычайные обстоятельства. И вот у нас здесь таких нету. Но вы прикидываете это к себе. Есть дети-сироты, которых отняли от семей. Юринальная юстиция. Во Франции два с половиной миллиона детей изъяли из семей. Тебе надо это? Ты, Тимоша, первый вылетишь из семьи и пойдешь туда. Там пикнуть не дадут. Что с тобой будут делать? Какие семьи отдают? Отдают этим мужеложникам, геям. В эти семьи усыновляют. Нам это надо. Мама тебе это готовит разве? А то, что она делает, это к этому подводит. Юринальная юстиция так еще Бог через нашего президента не дает ей утвердиться. А у нас везде губернаторы, сельсовет. И все виноват Путин. А где начальство? Зачем они нужны тогда? Везде Путин виноват. Ты себе ума не дашь. Посмотри у тебя с постелью как. Какая обувь у тебя. Ты себе ума дай сначала. Понятно? Это утреннее сегодня вам наставление. А за Путина Владимира Владимировича усилить молитву. На него много покушений. Везде готовятся и все сообщают. Ну и чтобы и других не убили. Какие там в Америке, в Канаде. Чтобы они правили со страхом Божьим. Библия говорит, начальство еще будет строго взыскания на Суде Божьем. Все. Платочки. У кого платочка нет, придется бежать к тополям. Так. Вчера были гости. Сегодня вы хозяева уже. Платочек где? Нету. Ну еще могу сказать. Вы знали, что нужен платочек? Я не знал. Я думал детям нужно. Не знали. Не знали. Значит в обед должен быть. Где угодно. Вы простите. Без платочка нельзя. Вон там тополян. Без платочка нельзя. А пока бегаешь, первое съели. Так. Все за стол. Тут порядок. Проверяют. Да. Проверяют. Дежурные. Дежурные. Кто у нас дежурные? Нет там Лобанова Ксения. Володя. Сейчас садятся пока. Ты мне отдашь потом заложить. Вчера в Крынике и Лобанова Ксения дробать нет. Так. Святой воды не забудьте на каждый стол. Там поближе и на последнюю скамейку садитесь. А то все здесь сбились в одно место. Тут подавать неудобно, а там удобнее. Больше зелени кладите. А у тебя зачем топочка на боку, Екатерина? Она не нужна. Ты оставай, когда здесь занимаешься. Если у тебя фотоаппарат видео, то да, ничего. А так это лишнее. Ты можешь уронить супы. Только совсем не может. Подожди. Раздели на несколько частей. А там воды дарить, чтобы полная была. А вот на сколько стол? Обязательно. Тимофей, дальше продвигайся. Обязательно. Так. Осторожно. Вот сюда садитесь. Вот в этом. Игнать Иванович, разрешите сесть. Давай. Вперед. Проходите. Подойдут сначала мужчина. Можете сдвинуться еще. Тимофей, еще двигайся. Еще двигайся. Еще двигайся. Это мужское. Никита, продвинься. 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 Всем до одного. Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А ну-ка давайте проскальбируем. Россия должна встать. Россия – это мы. Теперь я кружечку даю. Каждой святой воды маленечко себе возьмите. До здравия. Так. Вот этих девочек ко мне пошите с ложками. Виталий, чуть подвинься. Чуть подвинься туда. Туда продвинься. Виталий, чуть подвинься. А ложек нету? Его тоже поправим. Ложки давай всем. Помаленько, помаленечку берите. Несколько капель. Матья, девочка ко мне с ложками. Пошли маленькие. Маша и Сотлю. Соня, Маша, сюда идите. Накладывай больше. Не врани. Вот двое мои. Так, где вторая? Давай сюда. Вот они мои ласточки. Мало морковки. Это остальное, что делал. Ох, чтобы выросли быстрее. Давай. Дежурный, иди сюда. Это отдайте тому, кто скаблил. Ласточки вот-вот вылетать будут. Большие-большие уже оттуда. Потом будешь, покажи вам уже. Вон они наши, пузырьки съедят. Аккуратно, что случилось? Сначала мужчинам, потом детям. Дальше не передавать мужчинам. Последний берет и ест. Тимофей, дальше кисти не ложи руки. Бери, бери. Да. Липа сет. Стоять. Мистер, еще хлеба? Подай мужчинам. За столом не разговаривать. Молча все делайте. Кому плохо? Второе, второе, пальцы поднимите кверху. Вика, можете не пилить, он сейчас разнесет. Девочек маленьких покажи, а то они говорят, что это печально. Они смеются? Они разные бывают? Поддержите. Напишите. Ага. Положку не помните, а то упал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...